В Шымкенте приступили к реализации новых приоритетов, обозначенных главой государства в послании народу Казахстана. Уже в следующем году в мегаполисе запланировали отремонтировать 350 улиц. В планах у руководства города Миллионика построить новую канализационную систему. Микрорайон Уртас на карте Шымкента появился сравнительно недавно. За несколько лет на месте огромного поля вырос новый жилой массив. Его жителям подвели свет, газ и воду. Теперь горожане мечтают о централизованной канализации. Было бы более цивилизованно, во-первых. Во-вторых, здесь не было бы посторонних запахов. Я люблю пешком ходить. Проходишь возле домов, обязательно какой-то специфический запах неприятно. Хотелось бы, чтобы был воздух чистейший. Такие же неудобства испытывают больше половины горожан. По данным города Кемата, канализация в городе Миллионике охвачена всего 46% населения. Поэтому уж и сейчас здесь приступили к строительству новых объектов водоотведения. В ближайшие несколько лет охват населения канализации увеличится в два раза. В соответствии с планом развития города Шамкент, более 30 проектных документаций будем разрабатывать. На что будет потрачено более 50 миллиардов тенге. Соответственно, 46% мы планируем довести до 80%. Наш президент дал нам все возможности. Я был очень рад, когда я сидел во время послания и слушал президента, когда он сказал, что в городе, в городах должно быть все красиво, удобно для граждан. И приятно ходить на улицах и во дворе. То есть это для нас уже как поручение к исполнению. Что мы должны этим заняться. Наступило это время, наверное, когда мы должны подумать об эстетике тоже. А на соседних улицах в этом же жилом массиве нет асфальта. Впрочем, это проблема общая для новых микрорайонов и для населенных пунктов, которые присоединились к мегаполису несколько лет назад. Вокруг соседних улицах все асфальтированы. Вот эту улицу не знаю, осталось. Есть люди больные, которые скорой помощи должны, они нуждаются в скорой помощи. Есть старые люди беспомощные. Есть дети, которые ходят в школу. Сами знаете, дорога есть дорога. Дорога очень важна для людей. Власти обещают решить и этот вопрос. Уже на следующий год в Шемкенте отремонтируют 350 улиц. На это потребуется порядка 20 миллиардов тенге. Проектно-смертная докумендация по ним уже готова. С республиканского бюджета на дороге местного значения, то есть внутриквартальной дороги, не выделялось. Но после послания президента оно будет рассматриваться с бюджета, что будут выделены средства. Это нам, наоборот, будут дополнительные плюсы. Также сделают реконструкцию двух дорог республиканского значения стоимостью 19 миллиардов тенге. В городе построят новые объекты водоснабжения и модернизируют электросети. Чтобы покрыть потребность в природном газе, установят новую автоматизированную газораспределительную станцию. Наталья Ценурмахамусатов и Нурмахамик Муратов, Хабар-24, Шимкент.